Девушки отдыхают На голову Пеппе Как у вас забавно Вы собираетесь на Луну? Это же скучные космические игрушки Для малышей, папа Они не настоящие Но космос настоящий, Пеппа И есть настоящие ракеты, что летают на Луну В музее есть выставка всего Что касается Луны Давайте посмотрим Да! Нам действительно придется лететь на Луну? Ну что ты, Пеппа, мы не полетим на Луну Мы просто пойдем в музей Хорошо А вот и этот музей Приветствую вас Вы пришли посмотреть лунное шоу? Да, мисс Кролик, пять билетов, пожалуйста Получите И приятного вам полета на Луну О, мы что, и в самом деле полетим на Луну? Что ты, Пеппа? Это все понарошку Идите сюда, те, кто хочет на Луну Мистер Кролик работает гидом Приготовились ко взлету Это понарошку, не правда ли? Правильно, Пеппа Это все понарошку Пять, четыре, три, два, один Все мы живем на планете Кто знает, как она называется? Земля Правильно Я истинный специалист по космическим делам Вокруг нашего Солнца Вокруг нашего Солнца вращаются еще семь планет Кто знает, как они называются? Меркурий О, молодец, Эдмунд Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран Эдмунд знает о космосе все Я умный слоненок А кто-нибудь знает, из чего состоят планеты? Они сделаны из картона Эти модели сделаны из картона А настоящие планеты состоят из камня, льда и газа Но Луна, разумеется, сделана из сыра Нет, Луна состоит из камня А у нас серьезная экскурсия Так что не шутите и не хихикайте Вот мы и прибыли Мы на Луне Но это же не настоящая Луна, правда ведь? Да Если бы это была настоящая Луна Ты могла бы прыгнуть выше меня О-о-о Кто-нибудь знает, почему на Луне можно прыгать так высоко? Притяжение О, правильно, Эдмунд Сила притяжения или гравитации удерживает нас на Земле На Луне она слабее, и вы можете прыгнуть выше О-о-о А сейчас вы сможете попрыгать прямо как на Луне С помощью науки Звучит очень заманчиво Как это можно сделать? На больших резиновых ремнях Всех пристегивают к антигравитационным ремням мистера Кролика Скакать по искусственной Луне забавно Скажите, лунный сыр Лунный сыр! На этом экскурсия окончена Проходите сюда А на Луне растут деревья? Нет А машины на Луне есть? Нет А магазины есть на Луне? Нет, это было бы глупо Добро пожаловать в лунную лавку У нас есть лунные карты, лунные книги и даже снимок свинок прыгающих по Луне со слоненком Смотрите, это мы! Мы прыгаем по Луне! У нас также есть лунный камень Если заглянуть в серединку, вы увидите там Луну О-о-о! Хотите настоящего лунного сыра? Сколько он стоит, мисс Кролик? Пять долларов, пожалуйста Пять долларов? Они пойдут на доброе дело Теперь я люблю Луну, потому что она очень интересная И очень вкусная Дедушка на детской площадке Сегодня дедушка свин идет гулять с Пеппой и Джорджем Сейчас, дедушка, я подробно объясню тебе, что тут к чему Вот это горка Ты залезаешь наверх, а потом катишься вниз И все должны кататься по очереди Я знаю, что такое горка, Пеппа Я и сам на такое часто играл, когда был маленьким поросенком А качели у вас тоже были в стародавние времена? У нас были и качели, и разные лесенки, и даже карусели Но моей любимой всегда была горка Она и моя любимая тоже Все ждут своей очереди, чтобы скатиться с горки Непослушный Ричард, ты же знаешь, что надо встать в очередь Крольчонку Ричарду трудно ждать своей очереди О, дорогой! Совсем непросто быть маленьким, не правда ли, Ричард? Поскольку Ричард маленький, я думаю, что он не должен ждать Я бы не советовала менять правила дедушка свин Глупости! Детишки все понимают, не правда ли? Но дедушка, Джордж маленький, а он ждет своей очереди Да, Джордж и правда маленький Значит, он тоже не обязан ждать О, боже! Теперь только Ричард и Джордж катаются с горки Дедушка, а когда мы сможем покататься? Не волнуйся, Пеппа Они не будут долго ее занимать Я устала от ожидания Я тоже Давай играть на качелях На качелях сидит пони Педро Педро, можно и мне покататься? Я хочу покататься немного подольше Но ты сидишь на качелях уже сто лет Дедушка свин, вы не могли бы меня немножко подтолкнуть? Я думаю, пришла очередь кого-то другого, Педро Но мне скоро нужно возвращаться домой О, понимаю Тогда другое дело Сейчас я тебя подтолкну Но, дедушка! Я устала от ожидания Я тоже! И я! Давайте покатаемся на карусели Все дети хотят сесть на карусели Слишком много детишек на карусели Быстро слезайте Но, дедушка свин, я вообще-то пришла первая Ага, тогда ты можешь сесть обратно на карусель Я тоже должна вернуться О, почему это Ребекка? А, потому что у меня день рождения скоро О, ну, ну, хорошо Я меня! О, ну, ладно Все готовы кататься? Да! Стойте, на карусели нет ни одного мальчика А сейчас все готовы кататься? Я вечно хожу в очках Можно мне тоже сесть? Дети придумывают все новые правила Я должна кататься, потому что люблю морковку Так, вы все готовы кататься? Нет, я тоже должна сесть, потому что умею вот так Пришла мама свинья Как успехи, дедушка свин? Я, я совсем запутался Правила на детской площадке слишком уж сложные Здесь есть только одно правило, дедушка свин А именно, все должны ждать своей очереди Что? Даже самые маленькие? Даже самые маленькие А как насчет самых взрослых? Таких, как дедушка Даже самые взрослые, как дедушка На детской площадке все ждут своей очереди Золотая рыбка Стоит чудесное солнечное утро Папа свин едет на работу на машине Голди, пора кушать Мама свинья кормит золотую рыбку Мама, Голди ничего не ест О, может, она плохо себя чувствует? Надо позвонить нашему ветеринару Доктор Хомяк ветеринар слушает Здравствуйте, доктор Наша золотая рыбка ничего не ест И вид у нее грустный Вам лучше привезти Голди ко мне сейчас же О, папа забрал машину Как мы попадем к ветеринару? Мы поедем на автобусе О, здорово! Это автобусная остановка Судя по расписанию, следующий автобус будет в 10 часов Который час? 10 часов Ура! Сколько вам билетов? Один взрослый билет и два детских И один билет для нашей рыбки Рыбка едет бесплатно Держитесь! Мистер Бык ждет автобуса Ну, мне один билет до магазина инструментов Здравствуйте, мистер Бык Мы везем Голди к ветеринару О, бедняжка! Тебе не здоровится, правда, Голди? Она не ответит Она же рыбка Разумеется Может, она хочет послушать Как я играю на трубе? А-а-а-а Какой звук забавный Затем я еду в магазин инструментов Чтобы ее подчинили Миссис Овца, миссис Кошка, мистер Зебра и мадам Газель Тоже сели в автобус Добрый день Четыре билета до магазина Здравствуйте, мадам Газель Мы везем Голди к ветеринару О-о-о, Голди приболела Вы ей нравитесь Колеса делают круг за кругом Круг за кругом Круг за кругом Колеса делают круг за кругом День за днем Остановка магазин Пока Инструменты Пока Конечная Ветеринар Ветеринар лечит домашних питомцев О, это та грустная рыбка, что ничего не ест? Да, смотрите Голди съела еду О, а дома она ничего не ела Может быть, Голди просто было скучно дома А интересная поездка ее взбодрила А-а У вас очень счастливая и здоровая рыбка Она чудесная Спасибо вам, доктор Хомяк Мама-свинья, Пеппа и Джордж едут домой на автобусе Мистер Бык едет домой с починенной трубой Она стала прямо как новая Мадам Газель и ее друзья едут домой с покупками Я вижу, золотая рыбка снова счастлива Да, поездка на автобусе ее очень развеселила Привет! Где вы побывали? Мы возили Голди к ветеринару Ей сейчас стало лучше О, боже, у Голди кашель Завтра нам снова нужно везти Голди к ветеринару Я могу отвезти вас на машине Нет, папа, мы хотим ехать на автобусе Там здорово! Хорошо, мы поедем на автобусе Ура! Все любят ездить на автобусе Особенно золотая рыбка Голди Луна-парк Сегодня Пеппа и ее родные пришли в Луна-парк Обожаю Луна-парки Колка-колка Джордж хочет скатиться со спиральной горки Хорошо, увидимся позже Увидимся позже Собирайтесь, собирайтесь Поймайте утку и выиграйте гигантского мишка Мама, мы можем попробовать? Хорошо Один доллар, пожалуйста Один доллар? Он пойдет на доброе дело Выиграй гигантского мишка, мама Я постараюсь, Пеппа Но думаю, что это непросто Вы правы У вас никаких шансов Что? Это невозможно Напрасная трата денег Это мы еще посмотрим Мама-свинья выиграла Ура! Это поразительно Вот ваш гигантский мишка Не хочешь взять вместо него маленького Пеппа? Ни за что на свете Смотри, мама, какой гигантский мишка Он слишком большой Ничего подобного Джордж и папа-свин стоят в очереди на спиральную горку Хм, она слишком высокая, Джордж Ты уверен, что хочешь прокатиться? Один доллар, пожалуйста Один доллар? Он на доброе дело пойдет О, ужас Горка слишком высока для Джорджа Только не волнуйся, Джордж Я поднимусь к тебе С вас один доллар, пожалуйста Джордж больше не боится высоты О, она очень высокая, не правда ли? Я лучше спущусь по лестнице Вся лестница заполнена детьми Вниз только туда, папа-свин О, хорошо О-о-о Собирайтесь, собирайтесь Попадите в цель и выиграйте гигантского мишку Ты запросто попадешь, мама? Мы не хотим выигрывать еще одного мишку, Пеппа. Не волнуйтесь, вы не выиграете. Женщины не попадают в цель. Простите, что вы сказали? Это целое искусство. Сколько стоит попытка? Один доллар. Мама-свинья выиграла. Невероятно. Вот ваш гигантский мишка. Ура! Я тоже хочу такого мишку, мама. Он слишком большой. Ничего подобного. Папа-свин и Джордж катаются на чертовом колесе. Держитесь крепко. О, это по-настоящему высоко. Я рад, что все кончилось. Пять полных оборотов за один доллар. Пять полных оборотов? О, нет. Собирайтесь, собирайтесь. Испытайте свою силу этим молотом и наковальней. Что нужно делать? Бейте по этой кнопке этим молотком. Если звонок прозвенит, вы получите приз. Никаких навыков, но нужно обладать силой. Я хочу попробовать. Один доллар. Мне повезло. Хо-хо, я сильный. Я тоже попробую. Отойдите все подальше. Только будь осторожен, папа-свин. Ты не в лучшей форме. Хо-хо, да, папа-свин выглядит полноватым. Что? Я просто сказал, что папа-свин слишком округлый в талии. Дайте сюда молоток. Наташа, никогда не видел ничего подобного. Вы выиграли всех наших гигантских мишек. Ура! Мама, можно мы подарим мишек моим друзьям? Какая хорошая мысль. Ты очень добра. Большое спасибо. Пеппа и ее друзья проводят день в детском саду. Здравствуйте, детишки. Сегодня мы с вами узнаем все, что нужно знать о цифрах. Кто знает, зачем нам вообще нужны цифры? Цифры нужны, чтобы считать? Да, Пеппа. Кто из вас хочет немножко посчитать? Я! Хорошо, Педро. А, один, два, три, четыре. Педро посчитал до четырех. Молодец, Педро. Кто может посчитать дальше четырех? Я! 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 Ребекка? Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Ребекка посчитала до семи. Превосходно, Ребекка. Мадам Газель. Да, Кэнди. Моя мама умеет считать до десяти. Ух ты! Да, после семи есть цифры восемь, девять и десять. Восемь, девять, девять. Очень хорошо. Началась перемена. Кролик Ребекка, зебра Зои, овечка Сьюзи и Пеппа очень любят скакать. Это лето. Это зной. Хочу, чтобы Сьюзи скакала со мной. Мы смеемся. Мы не плачем. Пусть и Зои с нами скачет. Придумала. Давайте посмотрим, кто дольше проскачет без остановки. Я посчитаю. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Зои выиграла. Ура! 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 Педро, ты хочешь с нами немного поскакать? Нет, спасибо, Пеппа. Я буду крутить обруч. Тили-тили, трали-вали, тра-та-та-та-ти. Хула-хуп, хула-хуп. Раз, два, три. У-у-у! Сколько ты можешь прокрутить без остановки? Миллион и три раза. Надо же! Это очень много. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это только восемь. Я немного устал. Я сделаю остальное потом. Ура! Ха-ха-ха! Ты умеешь крутить обруч, Эмили? Я умею крутить по-особенному. Слоненок Эмили крутит обруч хоботом. Ура! Думаю, она сделала около ста оборотов. Ха-ха-ха! Джордж хочет поиграть в чехарду. Джордж любит играть в чехарду. Давайте играть в чехарду! Хе-хе-хе! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! Хе-хе-хе! Перемена закончилась. Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Мадам Газель, теперь мы все умеем считать до десятье. Очень хорошо. Но нам нужно играть, чтобы считать. Разумеется. Ричард, Эдмонд, принесите нашу самую длинную скакалку. Хе-хе-хе! Здравствуйте. Я пришел забрать Пепу и Джорджа. Папа, ты слишком рано. О-о-о! Не переживайте, вы можете поиграть с нами. О-о-о! Хорошо. Все готовы скакать? Готовы! Считаем до десяти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! О, вы, кажется, устали, Папа-свин. Хо-хо-хо! Все в порядке. Я могу прыгнуть и сто раз. Хорошие мысли, Папа-свин. Прыгайте до ста. А-а-а! Может быть, и до двадцати? Хорошо, до двадцати. Одиннадцать, тринадцать! Ремонт дороги. Стоит чудесный солнечный день. Пеппе и ее семья едут на детскую площадку. Все готовы ехать? Да, Папа-свин. Тогда поехали! Мы едем развлекаться! Мы едем развлекаться! Врум-врум! Пеппе и Джордж любят ездить на детскую площадку. Ой, почему мы остановились? На дороге пробка. Но нам же очень нужно на детскую площадку. Не волнуйся, Джордж. Движение возобновилось. Стойте! Мистер Бык остановил движение. Что тут случилось, мистер Бык? Ну, мы ремонтируем дорогу. Прямо из земли бьет фонтан воды. Да, эту проблему мы хотим решить. Это много времени займет? Это займет столько, сколько потребуется. Копсы, копсы! Джордж любит экскаваторы. Сюда, мистер Носорог. Слушаюсь, босс. Мистер Бык здесь начальник. Мистер Бык, а откуда льется столько воды? Она выходит из сломанной водопроводной трубы под землей. Как вы будете ее чинить? Мы выкопаем яму. Ух ты! Мы перекроем воду. Джордж обожает краны. Краник, краник. Мы достанем старую трубу. И поставим новую. Спасибо, что показали нам свою работу. Ну, не проблема. Пока. Увидимся позже. О боже. Джордж не хочет уезжать от мистера Быка. Мы же едем на детскую площадку, Джордж. Ты поиграешь с экскаватором и краном в песочнице. И мы увидим мистера Быка опять по дороге домой. Пеппа и ее семья приехали на детскую площадку. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, Пеппа! Слоненок Эдмонд и кролик Ричард играют в песочнице. Врум! 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 Пошли играть в песочницу. Пошли! Стойте! Что тут случилось? Мы ремонтируем дорогу, а я тут начальница. О! Врум! Врум! Это много времени займет? Это займет столько, сколько потребуется. Мы должны вырыть яму. Врум! Врум! Потом заполнить ее. Врум! Врум! И дорога отремонтирована. Пеппа, Джордж, нам пора ехать домой. Ну вот, Джордж пока не хочет ехать домой. По дороге домой, Джордж, мы увидим мистера Быка, ремонтирующего дорогу. Пока, ребята! Пока, Пеппа! Пеппи и Джорджу не терпится снова увидеть мистера Быка. Копсик, Кваник, Врум! Мы приехали. О! Мистера Быка здесь нет. Наверное, мистер Бык закончил и ушел домой. А-а-а! Копсик, Краник, Врум! Ну, стойте! О, водопроводная труба опять сломалась. Нет, Пеппа. На этот раз поврежден электрический кабель. А как вы почините электрический кабель? Мы выкопаем яму! Пеппа и Джордж обожают, когда мистер Бык ремонтирует дорогу. Все обожают, когда мистер Бык ремонтирует дорогу.